Привет, друзья! Сегодня мы с вами приехали в No Frills. Это тот магазин Grocery Stores, который находится возле моего дома неподалеку. Там, где мы делаем основные покупки в течение недели, когда что-то нужно, когда не нужно какой-то балки став, да, объемный, большой, который мы берем в Костка. Здесь также я редко беру мясо, только если какая-то супер шикарная скидка или вот сейчас мне нужно что-то приготовить и вот нужно купить. Сегодня я хочу вам показать, как бы создать ту базовую корзину, о которой я говорила в своем прямом эфире, в прямом стриме на прошлой неделе. Это базовая корзина здесь в Канаде. Конечно, она может быть разная. Конечно же, те продукты, которые я куплю, это не значит, что это те продукты, которые купите вы. Но это та база без излишеств, скажем так, на неделю, в принципе, можно и семью прокормить, я самому на это прожить. Здесь будут только лишь продукты, которые не облагаются налогом и только самое необходимое. Ну, например, если мы берем из гарниров, я не возьму и картошку, и рис, и макароны, да, то есть и какую-то крупу. Я просто вам покажу, сколько это стоит и в конце мы составим, как бы, цену этой корзины, потому что здесь не столько речь о налогах, потому что все, что я возьму, не облагается налогами. Но просто мы составим по цене, сколько это обойдется, корзина нам в конце. Также хочу вам показать, что я пришла не просто так, я пришла с флайером. И флайер у нас из NoFreels на эту неделю показывает, что у нас есть по скидке. И по скидке у нас из базовых продуктов, кстати, есть картофель, морковка, лук. Это все идет в упаковке 10 паундов, что значит практически 5 килограмм. И, скажем так, я вам сразу могу сказать, вот, например, картофель, он обычно стоит у нас сейчас уже где-то 5 долларов 10 паундов. Сейчас это можно купить за доллар 97, это скидка. Поэтому обычно я беру два мешка картофеля, то есть для тех семей, которые, да, едят картофель, это будет интересная скидка. То есть вы понимаете, да, то есть как бы, если вы по скидке можете купить картошку за доллар 97, 5 килограмм. И в обычный, в обычный, как бы, рядовой день это стоит 5 долларов, конечно, всегда лучше подождать скидки. Скидки обычно, они возвращаются, они крутятся по кругу раз в месяц, раз в два месяца есть скидка. Это для тех, кто смотрит очень строго за бюджетом по разным причинам. Либо кто-то, у кого просто нет финансовых возможностей, экономят каждую копейку или собирают для чего-то. И что интересного я хочу вам показать, пользуясь этой возможностью. Это уже будет в нашей части B видео, потому что это видео будет поделено на две части. Первая часть, это будут базовые продукты, которые мы составим сегодня, базовую корзину. Посмотрим, какая цена ориентировочно получится. А также вот мы с вами говорили об этом, вы меня спрашивали, и вот оно пошло как раз. Клининг Продактс. Сейчас идет скидка на Клининг Продактс. Вы видите, есть ряд продуктов, они которые сфотографировали и выставили. За 2 доллара можно купить, за 3 доллара и за 5 долларов. Это будет у нас отдельное видео. Самое интересное, что мне понравилось, что за 2 доллара даже 4 литра уксуса вам поставили. Уксус тоже отнесли к моющим средствам, потому что многие, как я вам и говорила, уксусом здесь моют много чего. Уксус, как известно, снимает какие-то налеты, камни. Но, естественно, бывает микробов, это самое основное. Поэтому про Клининг Хау, Клининг Продактс в Канаде, это будет как бы вторая часть этого выпуска. Это в продолжении вообще к прямому эфиру. И, в общем-то, по вашим вопросам все это формируется, мои видео. Поэтому об этом мы поговорим подробно в другом видео. Идемте со мной в магазин, попытаемся составить базовую корзину продуктов. Для любого человека, это может быть и для одиночки, для семьи, из разного количества человек. Просто вы сможете взять эти продукты, как-то их умножить или разделить на ту сумму, которую обычно, то есть на то количество, которое обычно вы употребляете в своих обычных домашних условиях. И таким образом составить себе, в общем-то, цену на продукты. Сразу хочу сказать, что изначально продукты, которые в этом магазине, они немножечко на порядок дешевле. Возможно, качество продукта оставляет желать лучшего. Но меня вполне устраивает полностью. Поэтому идемте посмотрим, что мы сможем сегодня сэкономить. А что потратить? Так, это 10 паундов сверху. Съел 8. Красный перец, паунд, 1.97 доллара, 1.97 килограмм. Крошь здесь примерно 2 килограмма, паунд за 1.27 доллара. Так, помидоры за 1.97 доллара. Это огурчики маленькие парниковые. Я Габи их беру в школу. Ну, в общем, есть семьи, которые предпочитают их. Вот есть помидоры за 88 центов. Вот мы их и возьмем, что мы бюджетно смотрим. И есть маленькие упаковки с огурчиками за 2.97. Есть просто вот поштучные огурчики 99 центов за огурец. Так что выбирайте огурец, какой хотите. Так вот я взяла 3 картошки по скидке, 3 мешка, мешок лука, шикарный крупный лук. Я люблю крупный. И мешок свеклы. Вот. Вот это все в среднем 2 доллара, 2 доллара, 2 доллара, 2 доллара. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5 на 10 долларов. Просто вот здесь лишится очень много. Еще вот такой хлеб 2,97. Раньше он стоил 1,99 доллара, поэтому дорожал. 680 грамм белый хлеб, либо я люблю вот этот 675 грамм франкутский хлеб, 2,79. Очень-очень вкусно, но он очень быстро съедается. Часто то, что не успели распродать, и уже выходит со срока, буквально средне-завтра, 50% скидки, 30% скидки. На мясо обычно 30. Вот можно еще такие брать варианты, замораживать их. Можно хлеб и вытаскивать потом по мере надобности. Но я просто этот хлеб не люблю, он такой ватный слишком. Сейчас фарш по скидке получается. Клад сайс, съезжий фарш на 7,65, 1,3 кг. Сейчас скидка. 5,89 за килограмм говядин. Это очень хорошая цена, и это хорошая фирма. Вот, пожалуйста. В той же скидке, например, мясо, которое буквально сегодня-завтра нужно приготовить, 10 долларов за килограмм. Это уже утененочка идет, 50%. Вот, можно сделать, стушить с картофелем тоже, будет блюдо. Например, кто предпочитает грудинка куриная, вот, на 15,37, 12,97 килограмм. 2,2 кг. Так, молочко. Вот у нас есть в коробках по 3 доллара. Полиция до 4,39 в пакете, и там получается 4 литра. Еще очень много разных других яиц, органических, полуорганических, там разных размеров. То есть, это какой-то омега-3, просто белки. В общем, еще много разных крутых яиц, которые стоят, конечно, подороже. Вот, ну, мы с вами рассматриваем базовый самый вариант. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok У нас мука, абсолютно разные виды муки. Ну, скажем так, это базовая продукция. Давайте посмотрим, прям не волнит, а посмотрим простую. All Propos, ноу-нейм, самая дешевая фирма, 6,97 килограмм. Сахара большой выбор, но давайте возьмем среднюю, вот 2,99-150 грамм. Дальше она будет только дороже, то крупная соль. Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok